И чё? Мы будем тут сидеть, что ли? Может, выберемся отсюда, как этот? Боюсь, не получится. Луис ведь перит из вселенной смертных. Думаю, именно это помогло ему так просто стать подобием Штерна. Но попытаться ведь стоит. Попробуй ты. Ты человечнее нас. Не выходит. Может быть, получилось, если бы Чарли не забрал силы. Эй, вы трое. Господин Чарли сказал, что вы выходите из игры. Вот порталы вашей вселенной. Маги вернется к вам через полгода. Сюда попасть вы уже не сможете. Мы никуда отсюда не уйдем, пока не... А что ты говоришь, дорогая? Мы всё равно победим тебя, Чарли. Та Луна. Луна. Луис, сделай что-нибудь. Лис, не опускай руки. Мы должны что-нибудь придумать. Боюсь, что это конец, Сеня. Издеваешься? Неужели ты так быстро сдашься? Я... Я не знаю. Не знаю, что делать. Прости меня. Чё по-честному драться не умеешь? Да, крыса, иди сюда! Помолчи, не позорься. Я чё-то не пойму, ты вечно недовольна! Это не взаправду, это не взаправду, это не взаправду! О, приветики. Как поживаете? А сама не видишь? Хреново! Помоги уже! Дорогая, я помогаю тем, кто хорошо платит. Чего? Так ты работаешь на Чарли? Дошло, наконец. Сейдж, теряешь планку? Очевидно, общение с Фрукт отупляет себя. Ах ты маленькая говно, иди сюда! Забавно. Медиакрис, ты не понимаешь? Чарли хочет уничтожить всю галактику. Погибнут все. Включай тебя! Ах, дорогая, когда это произойдет, меня здесь уже не будет. Я живу в другой галактике. Так это ты выкрала у Светстар посох? Не так ли? Конечно, я! Ученый, на которого я работаю, сказал, что его другу нужна моя помощь. За деньги, конечно же. Светстар впустила меня в свой дом, так как все еще доверяет мне. Выкрать посох было несложно. Кстати, именно я повестила родителей Луны о том, что она в беде. Предоплата от Чарли была огромная. Наверняка сейчас он даст мне на много больше денег. Кстати, именно за этим я и здесь, так что пока-пока. Приятно было бы болтать с вами, неудачники. Вот же сучка. И не говори. И что нам теперь делать? Ждать помощи. Ты позвонила Светстар? Я позвонила Светстар. И давно. Я не могла рисковать. Спасаем галактику все-таки. Сеня, ты обиделся? Ты думаешь так просто контролировать свои силы? Околдовать? Сеня, я никогда этого ведь не делал. Никогда не практиковался. Это очень сложно. В любой момент могу даже взорваться. Хорошо, ты прав. Я попробую сделать хоть что-нибудь. Луис! Луис, ты живой? Кажется, да. И более того, я походу выучил новое заклинание. Я и не сомневался в тебе. Могу ли я забрать свои деньги? Конечно, куколка. И передает меня привет своему боссу. Да, хорошо. С вами приятное имя и дело. До свидания. Ну что, ребятки? Чего такие грустные? Самое интересное впереди. Луна, милая, отчего ты такая поникшая? Ты ведь всегда была на позитиве. Зачем ты убил их? Они же тебе ничего не сделали! Луна, Луна, Луна. Я убил их ради твоего же блага. Не ты ли мне постоянно жаловалась на своих родителей? Они мешали тебе спокойно жить. Они ведь даже практически не занимались тобой. Всегда были на работе. И только я был рядом. Но я любила их! И они меня! Не имеет значения! Уже поздно что-то говорить! Обездохли! Но посмотри на это с другой стороны! Больше никто не будет докучать тебе! Ты свободна! Хочешь, уничтожим эту галактику вместе? Ты издеваешься? Конечно! Ты мне не нужна. Вот как... Что-то потерял? Ты зашел слишком далеко, Чарли. Вечно ты все портишь, Блэдстар! Я Свитстар! И я просто пытаюсь спасти галактику. Вот, детки, ваша магия. Отправляйтесь домой! Луна, беги ко мне! Вы все свободны! Только не подходите! Это опасно! Как ты мне уже надоела! Я ведь послал киллера! Убить тебя и Мункара! Я знаю! Как видишь, я выжила! Луночка, закрой глаза! Что... Что это? Неужели? Все верно! Это параклеты! Создатели наши! Пришли по твою душу! Нет, нет, нет! Бабушка, но он же всю мою жизнь заботился обо мне! Он был моим единственным другом! Он не заслуживает смерти! Вдруг он станет хорошим! Луна, он может быть кем угодно, но точно нехорошим! Но мы не должны его убивать! Пусть он и создал все наши проблемы! Но вдруг мы сможем его перевоспитать! Луна! Я знаю, ты хороший! Ты столько времени сделал! Чего она, блин, делает? Веру, это ее решение! Луна! Луна, пойдем! Бедняжка! Все хорошо! Все позади! Что ж, наша работа здесь закончена! Луис! У меня мозг сорвался! Не у тебя одного! Господа, я пригласила вас для того, чтобы обсудить с вами судьбу моей внучки Луны! Понимаете, как вы можете видеть, я живу в космосе! Я не человек! А Луне нужны земные родители! Девочке нужно ходить в школу, учиться, гулять с друзьями! Поэтому я очень прошу вас удочерить ее! Вообще, мы пока не планировали заводить детей! Я за! Ну, раз Сеня за... Благодарю вас! Деньги буду высылать вам каждый месяц! У вас откуда? Я ведь не человек, умею колдовать! Как же все-таки жизнь коротка! Почему люди так и не научились ценить ее? И почему никто не уважает чужую жизнь? Как говорят, все, что не происходит в нашей жизни, все к лучшему! Не важно, какое испытание встретится на нашем пути, мы все преодолеем! Порой мы презираем близких и восхваляем наших врагов! Когда мы становимся обманутыми и недоброжелательными, то понимаем, что близкие желали нам добра! Мы не прислушиваемся друг к другу! И стоит лишь потерять связь с близким человеком, как ты по-настоящему начинаешь ценить его! Обида... Обида делает душевную боль тупее, ограждая естественное желание к примирению и любви! Чтобы соединиться, не обязательно быть похожими! Дружить не всегда просто! Порой, чтобы сделать шаг навстречу дружбе, нужно побороть все страхи в себе! Но оно того стоит! Для друзей ничего не жалко! Прощение – великая благовесть человека! Первый шаг к любви! И если ты дорожишь своим общением с этим человеком, то почему бы не помириться? Это один большой сплоченный механизм, словно два крыла! Одно крыло далеко не улетит! Два крыла преодолеют все трудности! Продолжение следует...